Балуем ли мы друг друга? Паша часто меня балует. Вот вчера купил мне серёжки, браслет, новую блузку и... Кать, пожалуйста, верни мне мою карточку. Олег меня редко балует. Что значит редко? Что, а ты забыла, как я в этом году очень неожиданно тебе цветы подарил? Ну, это было 8 марта. Я могу Наде подарок подарить, и сиренину ломать, и мелодию заказать. Ну, она же не любит, когда я её балую. Конечно, я не люблю, потому что ты только под этим делом эти сирени мне приносишь. Да ладно. Не, ну что значит не балую? А в ресторан мы ходили. Это был День Святого Валентина. Ну, случайно. Мама меня каждый день балует всякими вкусняшками, там, что-то приготовляет. Вот Оксаночка, а ты не балуешь. Та вы ж меня раз на рик до плиты пускаете. Бачишь? И тебе балую. А помнишь, как я тебе в рот одуванчик дунул? Баловать и баловаться – это разные вещи. Баловать – это, например, дарить подарки. А-а-а! Понял! Это тебе подарок. Знаете, баловать надо подарками, заботой и вниманием. Потому что, если не баловать друг друга, то почнеться баловство на стороне. Нет, ты меня просто удивляешь. Я же четко помню, я подарил тебе цветы. Я подарил тебе кольцо, которое ты хотела. Это был День нашей свадьбы. Да ну и что? Хороший. День нашей свадьбы. Кто это там? С Новым Годом! Поздравляем! Счастья, радости желаем! Счастья вашего тому, чтоб не досталось никому! Ты, дядя Гриша, вообще с ума сошел, что ли? Октябрь месяц на дворе. Олешка, это очень деньги нужны, понимаешь? Хочешь, спою еще, у тебя еще танец. Я тебе стучала, ты почему-то не открывал? Я с головы нырял. А что случилось? А что случилось? Сейчас все объясним. Что ж тут объяснить? Даже нечего, да? Откуда помада? А помнишь, у нас корпоратив был на работе? А, да, конечно. Так вот там бухгалтерша одна напилась вообще некрасивая, жирная и трое детей. Все, какие дела. Неплохо стало. А. Вот. И я ее решил довезти до туалета, и она мне взяла, как испачкала все. О, какая неаккуратная. Ну, ты так и не ответил на вопросы. Откуда помада? Я думал, что ответил. Может? Да что ж ты делаешь там? Да. О, Катюш. В общем, она меня спутала с кем-то. Я не знаю, с кем. Полезал целоваться. Но я ее сразу остановил. Я же не такой. Э-э-э. Это я все понимаю. Но я спрашивала о другом. О чем? Откуда помада? Просто цвет такой классный. Просто бомба. Ты ее завтра увидишь? Спроси, где она покупала. Хорошо? Подожди. Так. А ты меня что, ни капельки не ревнуешь? Конечно, ревную. Но ты же все объяснил. Правда, если бы ты мне сразу открыл, когда я стучала, я бы все твои вещи в окно не выкидывала. Все. Да. А чая хочешь, смелись. Успокалывай. Я уже три чашки выпила. А сделаем еще. Литр. А сделаем. Дети так жили, как это я вот в старости живу, я вам скажу. Гриша, что случилось? Надя, ну ты не поверишь. У нас в ЖЭКе, ну сплошняком одни немцы. В каком смысле? В прямом, Надя. Вероломно, без объявления. Давайте покрасили перила. Ну напишите вы это объявление. Ну сволочь. Ну сволочь. Гриша, ну... Ну что Гриша, Надя? Что Гриша? Так я не в том, Надя, этом возрасте, чтобы без помощи рук подниматься на третий этаж. Надя, я не в том возрасте, чтобы успокаиваться вот так вот сразу. Надя, мне 63 года, Надя. Что ты думаешь, я поверю, что вот от краски можно за пять минут вот от этой вонючей вот руки отмыть, что ли? Ну послушай меня. Ты срывал объявление с входной двери, а? Срывал. Так я все объявления срываю, не читая, потому что позаклеивают это, двери не видно, а там мое объявление висит по продаже поршней. Я так никогда поршня не продам. Ага, вот там-то и дело. Там четко было написано двадцатого числа, то есть сегодня, будет плановая покраска перил и лавочек. Понял? И лавочек? Да! Ой, Дедраник, потом надо. Спасибо, что сказала. Пойду Петровичу предупрежу. Он же такой, знаешь, рассеянный, обязательно усядется. Гриша? Что Гриша, Надя? Ну что, ты думаешь, это мне вот эта охота дома, когда друг может вляпаться? Иди! Да иди! Андрюшек, только разувайся, я только полы помыла! Что ты кричишь? Ой, я что-то... Ой, все, Мариша, все. Что все, устал? Мариша, давай таблетки от живота, будем инструкцию читать. Ой, что там читать? Ну, и тогда я не знаю, что они от отравлений. Надо понять, от какого отравления. На. Ну, при отравлениях алкалоидами. На службе не употребляю. Солями тяжелых металлов. Колбаса не подходит. При диспепсии, метеоризме, кишечных инфекциях. Мариша, а там нормальными буквами написано или нет? Чего ты не плачешь? О! Да если ты съел что-то испорченное или фрукты немытые. Так. Может быть, руки не помыл перед едой. Так. Или снова беляш съел, который в антисанитарных условиях делался. Не. Не учли. Что не учли? Звони им, Мариша. Не учли они отравления цветами сиренев. Сиреньем. Зачем ты сирень ел, Андрей? Клей с деревьев заедал. С хлебушком. Давай пей. Голодный, что ли. Как Олег помогает мне по дому? Знаете, когда строили пирамиды, толпы рабов таскали огромные каменные блоки. Но среди них всегда был один, который просто делал вид, что тащит со всеми. Знакомьтесь. Его прямой потомок. Ну, ты понял, да? А, это... Алло, скажите, а можно вызвать психолога психологу? Я уже месяц прошу тебя сделать душ. И что? Не выдержала и доломала? Не выдержала. И вызвала мужа на час. То, что ты не обижайся. Не понял? А зачем тебе еще муж? Я, по-моему, вполне справляюсь со своими обязанностями. Гляди. О! Каналы переключаются, журнал баскетбол читается, и да, переваривается, жена ругается. Все чин-почин. Ну, я, ну, я его вызвала, чтобы он все-таки починил, а не пообещал починить. И это правильно. Да, конечно. Ты молодец. Я же сам не справился бы, конечно. Сантехника, она же как хирургия. Что-то крутануло. Не так и все. Все. Представляешь, я выхожу такой из ванной, из залитой воды, и говорю, Анастасия. Мы сделали все, что могли, но... Очень жаль. Еще бы слушала и слушала эти твои ужастики, но муж придет, вот прям с минуты на минуту. Ой, Настя, ты что, думаешь, я опять в это поверю? Никого ты не вызывала. Так что все, иди, потом починю. По-моему, хирург пришел? Да. Тогда нужно обезболивай еще срочно. Давай, неси, светленькая. Хозяйка, вы мужа на час вызывали? Не понял, ты что, это серьезно? Кого? А ну-ка, отошли его назад. Скажи, что у тебя мужик есть, в конце концов. И скажи, что я, вот он я. И скажи, что я уже все сделал. Я пока пойду починю. Олежа, не надо? Это, а, нет, ну, хотя, да. Григорий Иванович, здесь? Тш-ш-ш-ш. Да что, что там, он как стал чинить после второго звонка? Идеально. Вот вам благодарность. Благодарность. Плата за ложный вызов. Спасибо вам, можно час. Если что, звонит. Ой, ты. Ну, конечно. Не понял. Олежка. Олежка. Да уж починить. Да даже, чтобы нас все не знало. Не, ну, за это, за определенную, так сказать, договорились. Конечно, заскочу. О, семейка. Ти ж казала, у неділю. Еще раз. Ничего, ничего. Спочатку ж не будем починать. Давай. Ти ж казала, у неділю, пінем разом на веселье. Я пишу, тебе нема. Підманула, підмела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, зома разом озвела. Але частіше ми все ж таки телевізор дивимось. А, ну, так. Наталя Богдалівна, а вимкніть, будь ласка, пен, бо я не чую. Шо? Кажу, вимкніть, пен, не чутно. Шо я нічого не чую? Я намагаюсь кіно подивитись. Вимкніть. Голосніше кажи, не чую ні чорта. Ну, шо ж я кричу на всю хату, а? Тарас, скажи мамі, щоб пен вимкнула. Ха, 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 ха. Ой. Тарасику? А перемкни канал, бо від цих жахів зараз у Оксані очі на лоба вилізуть. Ось це треба! – Ай! – Це ж буде. Розумінь ійте, ж що за рамок! Ось це все-будь. Пересовь, маю-ка. Ай, ай. Це ж треба. Ай. Так. Молодцы, конечно. Гринч, ну книжку читать надо, а не просматривать. Это надо такая книжка. Ее можно и рассматривать, и просматривать, и читать. Это же мировой бестселлер. Это тебе не какая-то районная газетка. Ну ты даешь, библиофил усатый. Видишь, ты бы свою пенсию уже на лекарства, что ли, тратила. А не на какие-то бестселлеры. Знаешь, Надя, я, может быть, внешне и выгляжу, как старичок. Но это не мешает мне тянуться к молодежной культуре. Все, не мешай, я буду читать, не мешай. А ну-ка дай я посмотрю. Не надо. А я сказала, дай я посмотрю. Да не надо на тебя. Дай я посмотрю. Рано тебе еще такое смотреть. Что ты там ай-яй-яй, ой-ой-ой делаешь. Давайте. Я повторять больше не буду. На, смотри. Так. А эти как это? Ну, как умеют. А эти куда это? Ну, сама видишь куда. Ну, сама видишь куда. Мама родная. Так это же стромота какая. Это как же, так же. стража любви в иллюстрациях. И люди это читают. Читают, зачитываются и перечитывают потом. Ну, и это, ну, такое же. В слух не поговоришь. Господи. А ты туда же, Казанова, хреновый. В руки больше этот срам не возьму. В дом приволок. Ох. Ой, стражи любви. Душа. Охраняйте. Вот оно. Библиотека бестселлеров мировых. Как в сефе денежки. Как в сефе. Да. Пятнадцать. Шестнадцать. Девятнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Двадцать. Девятнадцать. И вот теперь двадцать. Фу. Фу. Все, 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 все. Все? Да. Ну, отлично. Теперь отжимания и скакалка. Ой, стражурь, я так устала. Ох. Ну, ты же сама просила, чтобы я тебя контролировал. Ну, пожалуйста. Ну, я потом отработаю, а? Ну, да. И просила, чтобы я не велся на твои уловки. Фу. Ну, ты что? Ну, ты же не хочешь, чтобы я прямо тут умерла? Фу. Ну, хорошо, все, закончили. Правда? Ну, мы отработали. Ну, ну. Ты еще за новогодний Наполеон с тут приседания должна. Давай, все. Давай, давай, все. Адольф Виссарионович Муссолини. Фу. КОНЕЦ 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 Коллег, ты офигел? Я кран починил. Субтитры сделал DimaTorzok